Прежде чем мы начнём, я хотел бы кое-что пояснить. Я хотел бы пояснить, что уже 25 лет, как меня помазали, вы положили пастора в часовню по часовне, и мне предлагали быть старшим пастором в нескольких церквях. Одна из них была огромная, там было 5000 взрослых, и они рассматривали кандидатуру на пост старшего пастора. В другой церкви у пастора были большие проблемы со здоровьем, и они не были уверены, что он просто физически сможет выдерживать этот загрузок. И его заместитель, помощник пастора, он связался со мной и задал вопрос, готов ли я стать пастором, если им понадобится. Это вообще была церковь, там 12 тысяч человек было. Я оба раза отказался. Однажды сказал им, я задумывался о том, чтобы стать пастором, я понял, что чтобы быть пастором, нужно любить людей. И поскольку это ко мне не относится, я решил, что мне лучше быть миссионером где-нибудь в других странах. Но я на самом деле просто знаю свое призвание в жизни. Я знаю, что мне нужно делать. И за эти годы было много людей, которые присоединялись к моей работе. Хотели делать то же самое, что я делаю. И я им всегда пояснял, что, ребята, вы поймите, что здесь это не то же самое, что быть пастором, другая цель. Когда ты там полевой работой занимаешься, обучаешь капиланов, чтобы они были пасторами, когда ты приезжаешь в церковь по сравнению с тем, что ты приезжаешь в церкви в Америке, там надо рассказывать, презентации проводить миссионерской работой. Потому что сейчас наша миссия, она служит в 26 странах мира. И вот я четыре или пять человек провел эту должность. Никто из них не преуспел. Они приходили в церковь и проводили там изучение Библии. И это здорово, конечно, если это то, что ты должен делать, в чем твое служение состоит. Но это не то, для чего они были привлечены в служение. Они в нашей организации были для того, чтобы рассказывать о миссионерской работе, чтобы привлекать других людей к сотрудничеству. И почему мы можем участвовать в созидании церкви здесь, в России, и всему миру. Это потому, что мы можем по всему миру рассказывать о нашем видении, и люди присоединяются к этому трудному. Поэтому часть этого – это просто понимание, к чему Бог вас призвал. У меня есть младший брат, и он тоже миссионер. У меня двое братьев, они миссионеры. И с одним из них мы были очень близки. Но сейчас у нас нет близких отношений. И причина была в ревности, такой зависти к тому служению, которое у нас случилось. Когда мы на выходных выступаем в церквях, мы просим, чтобы они поддержали детей, которым мы помогаем, чтобы они поддержали пасторов, которым мы помогаем. Мы очень активно служим сейчас на Ближнем Востоке. Мы несем служение в семи из десяти самых опасных мусульманских стран в мире. И у нас есть такое служение, которое называется призрачным служением. То есть это такое вот тайное служение в странах радикального ислама. Мы сотрудничаем семью с тайными пасторов, которые служат в подпольных церквях, так и в катакомбных церквях в этих исламских странах. В Афганистане, в Пакистане, в Сирии, в Ираке, на западном берегу реки Ордан, в Пастинской автономии. И мы сотрудничаем с теми, кто служит вот среди наиболее радикальных мусульман. Когда я приезжаю в церкви, на западе моя цель рассказать о том, какое у Бога есть видение, как достигать эти страны. И, конечно, я стараюсь всегда опираться на Писание в этом контексте. Мой брат, он делает одно и то же каждое воскресенье. Каждое воскресенье он привлекает 2, 3, иногда 5 человек, которые готовы поддерживать его работу. У нас получается где-то 60-70 человек за выходные привлекать сотрудничество. Но это получается потому, что мы можем рассказать им, чем мы занимаемся, в чем наше служение, к чему Бог нас призвал. И часть этого это то, что мы здесь с вами делаем. Получается привлечь какие-то ресурсы, чтобы поддерживать инференцию, чтобы помогать вам в служении. Нам удалось каким-то пасторам помочь приобрести транспорт. В разных странах мира мы где-то 40 автомобилей смогли приобрести для разных. Новые машины могли купить кому-то. И цель этого в том, чтобы эти пасторы могли совершать свою работу, чтобы они могли добираться куда необходимы для служения. И это всегда удивляет людей масштаб работы нашей этой миссии. Часто люди приходят в наш офис в Америке и говорят, мы думали, что у вас тут две комнатушки какие-нибудь маленькие, а у нас там 5000 квадратных метров. Потому что мы огромная организация на самом деле. Более тысячи человек сейчас поддерживаем в служении. И эти школы, которые мы открываем в течение следующих нескольких лет, около 3000 детей будут обучаться в нашу школу. Но то, что я пытаюсь делать в служении, это делать все на отлично. Вот по максимуму, что мы способны делать, делать это именно так. И для каждого из нас это что-то свое. Но я помню, как много лет назад я прочитал знаменитые богословия Франсиса Шейфера. Великий мыслитель, и у него действительно была потрясающая способность делиться Божьим Словом. Он жил в месте, которое называлось Лабри. В горах, предполагалось, что это очень красивое место. И однажды он стал рассказывать о Христе, человеку, который был в другую сторону. С другой стороны горы. И этот человек сказал, зачем бы мне это? И показал на его здание. И он повернулся, посмотрел на свой дом. Он видел красивые дома. И его домик. И выглядит как свалка. И люди, с которыми он свидетельствовал, они говорят, зачем нам бы вот такое? Зачем бы нам... Зачем бы нам нужно поменять? Одна из причин, почему у нас получается так вот в армии все делать, потому что я в сердце солдат. Я 60 лет, когда мне 60 лет исполнилось, я уже понимал, что я хочу стать солдатом. Я помню, когда мы только поженились. Я помню, вот после медового месяца, мы наконец дома. Ложимся спать. Она говорит, а это что тут в кровати? Я говорю, оружие. Она говорит, ты спишь с оружием? Я говорю, конечно, я сплю с оружием. И она меня спрашивает, зачем ты спишь с оружием? Я говорю, ну если меня разбудет среди ночи, если я усну после этого быстро, то хорошо. Но если я заснусь больше, чем на несколько минут, я уже не могу заснуть снова. Если кто-то вломится в дом, и мне нужно будет добраться до оружия, чтобы защищать нас, и застрелить их, я же после этого заснуть не смогу. А если я смогу застрелить этого взломщика прямо из постели, тогда я могу дальше спать спокойно. Естественно, я дразнил свою жену. Правда, я не уверен, что она поняла, что это так, что это шутка. Она смотрела на меня, проверяя это всерьез или насколько это вообще? Но я хочу, чтобы вы понимали, я действительно живу в мире, в той части мира, где невозможно приготовиться к опасности, когда она уже наступила. К опасности надо быть готовым в любой момент. В этой армии Южного Судана я пользуюсь уважением. Двух из трех самых известных генералов мне удалось привести к вере в Христа. Один из них командующий армией. И его называли местником Судана. Говорили, он там тысячи людей убил. И другой из них самый известный их воитель. Он отвечает за национальную безопасность в стране. И у нас с ними близкие отношения, близкая дружба. Они до сих пор продолжают следовать за Христом. Но когда я там был в последний раз, два генерала пришли ко мне и сказали, знаешь, что нам надо нашу армию переводить из партизанского статуса уже в регулярную армию превращать. Готов ли ты помочь нам создать школу, в которой будут обучать наших офицеров? Я сказал, только если там будут о Христе говорить в этой школе. Тогда да, тогда я готов помогать им с профессиональной преподготовкой. И они сейчас обсуждают, разрешат они это или нет. То, что я пытаюсь объяснить людям, когда мы отправляемся в Африку, мы не хотели поехать туда, чтобы быть еще какими-то христианами, присутствующими в Африке. Мы отправились туда с целью проповедовать Евангелие всей стране и всему континенту. И мы сознательно проповедуем активное руководство страны. Мне кажется, что сейчас там еще пять генералов пришли к вере. И один из них, он, вероятно, станет следующим президентом. Если он станет президентом, то, скорее всего, я войду в состав его администрации. Он хочет, чтобы я постоянно был при нем. И он приглашал меня на встречи, где присутствовали представители разведки четырех других стран, в том числе и ЦРУ, из Израиля, там Массад присутствовал, Южный Судан, Уганда. Я помню, когда он попросил меня встать на одной из этих встреч, и я сказал, джентльмен, меня здесь не должно было быть. Это вопрос национальной безопасности. Тут обсуждаются вопросы национальной безопасности. Давайте я выйду. И генерал говорит, нет, я хочу, чтобы ты здесь оставался. И вот мы пришли в комнату, он там сел на дворе стола. Двадцать стульев там. И я в самом конце сел. Потому что я знаю, что тут генералы приезжают из разных армий. Когда все были в комнате, он говорит, Вес, иди сюда. Садись рядом со мной. И потом он поворачивается к генералу армии другой страны. Он говорит, присядь. После у нас такие отношения. Но его жена однажды мне сказала, «Наверно, ты единственный человек в мире, которому он доверяет». Я его возил в Америку на операцию, потому что его подстрелили. Он считает, что я спас его жизнь тем самым. Я сказал, я не спасал твою жизнь. Но он не верит, потому что не я спас его жизнь. Когда он был однажды в моем доме, он попытался вручить мне 50 тысяч долларов. Я сказал, нет. Я не беру деньги. Потому что у меня очень важно мое свидетельство перед Господом. Другой раз он попытался мне 40 тысяч долларов вручить. И я сказал, послушай, генерал, тебе все приходят за деньгами. Я не могу брать твои деньги. Он говорит, брат. Он сказал, послушай, брат, Бог так распорядился, что мы с тобой брать. И ты не можешь диктовать параметры нашей дружбы. Если я хочу тебе что-то дать, я считаю себя праве жертвовать своей церкви. Ты моя церковь, я хочу пожертвовать эти деньги церкви. Я сказал, хорошая мысль. Тогда вот что я скажу генералу. Я эти деньги возьму, положу их на счет. И если они тебе нужны, значит деньги будут там и лежать. Деньги там уже 10 лет лежат. Я к ним не прикасался. Но то, что я пытаюсь донести, Библия говорит, что народ гибнет от недостатка витей. Порой мы очень ограничены в том, как мы представляемся, что Бог может совершить через нас. Когда мы знаем, что враг наступает, и наши люди готовятся к тому, чтобы вступить в битву, у нас всегда есть какая-то стратегия, где их перехватят, где будут расставлены засады, и каким образом мы собираемся нанести поражение врагам. Зачастую планы составляются задолго до того, как начинаются битвы, и наши разведчики следят за передвижениями врага. Но подобным образом в вашем служении пасторства Библия говорит нам, что мы должны быть готовы во время и не во время. Нам надо знать, с кем мы сражаемся. Нам надо думать о том, какие души мы захотим приобрести для Христа. Вы знаете, где-то сто лет назад в Америке была группа, которая называлась Армия Спасения. И в то время она была невероятно успешной в том, чтобы приводить людей ко Христу. Когда они начинали свое служение, там люди трубили в эти трубы, и людям нравилось, когда трубят трубы, бьют барабаны. Это такая была рок-музыка того времени. И великое множество людей собиралось на их встречи. Даже когда мне уже лет тридцать было, я помню, можно было прийти в магазин, и они там продолжали трубить трубы и платить барабаны. Никто не обращал никаких внимания никакого. Потому что в том поколении это уже никого не интересовало, не привлекало внимания ничего. Еще лет десять им потребовалось, похоже, чтобы понять, что это не работает. Они больше этого не делают. Мы отправили двух пасторов в Африку, чтобы основывать церковь. И один из них просто, наверное, самый умный человек, которого я знаю. Он в Америке закончил очень элитный университет. И он был лучшим в своем выпуске. Просто только на отличном учреждении. А там четверка – это высшая оценка. Он получил 4,33. Что считается, должно было быть невозможным. Но ему сказали, знаешь, у нас самая высокая оценка вот это А. Но у тебя все работы на 5 с плюсом. Просто на 5 с плюсом. И когда он проводил изучение Библии, он все говорил по слову. И для зрелого христианина из его изучения можно было так многому научиться. Когда я сидел и слушал, как он проповедует, я действительно был накормлен духовно. А другой пастор, которого мы отправили, он был таким калифорнийским серфернистом. Он выступал на всеамериканских соревнованиях по лыжам. И в то время он не был спасен. Если бы он не пьянствовал так много, не ходил постоянно по всяким вечеринкам, он бы на Олимпийские игры отправился. Он был одним из лучших в нашей стране. Но когда он веровал и был отправлен туда, он тоже основал церковь. И он постоянно анекдоты рассказывал. Ну ладно, не то что постоянно, но по крайней мере запробовать один-два раза, по крайней мере, он обязательно расскажет какую-нибудь шутку. И половина его шуток только он смеется, когда он смеется. Африканцы просто не понимали, что он такое говорит, что он пытается ему сказать. Иногда ему везло, и он попадал в цель. Ну это просто как выигрыш в лотерею, сорвал джекпот, люди рассмеялись. И он рассказывал о своем опыте жизни. И он делился всеми проблемами, через которые он жизни проходил. И он действительно любил очень людей, с которыми он общался, и он очень, так, на личном уровне с ними рассказывал. Он на еду приглашал их, там, поесть вместе. И он очень здорово мог подумать о том, куда церковь движется. 15 лет спустя, у первого пастора была церковь 100 человек. В Африке, чтобы в церкви было 100 человек, достаточно открыть дверь в церковь. 100 человек придут на первую службу. Другой человек? У него было 1700 взрослых в его церкви. Когда вот он решил возвращаться в Америку. Ему жена уже не готова была дальше жить в Африке. И он в Америке продолжил служить, тоже там, с одной церкви. И тоже успешный труд был в Америке. И сейчас он снова отправился на миссионерскую помощь. В другую страну тоже все очень хорошо идет. Первый из них был намного умнее, чем второй. Но второй понял, что необходимо донести до людей, которым он служил. Причина, почему я работаю в армейских частях, потому что я понимаю солдат. Я понимаю, как они думают. И для меня не сложно вести их к Христу. Я не хотел бы, чтобы вы подумали, что я пытаюсь хвастаться перед вами. Но, наверное, в общей сложности порядка 300 тысяч человек было, с которыми я молился. Я пытаюсь донести библейские. Я не знаю, сколько из них истинные верующие. Но я думаю, что порядка 300 тысяч человек, которые я видел, исповедовали свою веру в Христа. Но я знаю, что каждый раз, когда Бог отправляет меня в этот мир, чтобы поделиться своей верой, мне нужно что-то понимать о культуре людей, которым я служу. Мне нужно понимать, к какому поколению я обращаюсь. Это молодые люди или это пожилые люди. И при этом необходимо, понимая, к кому обращаешься, позволять Духу Святому направлять тебя и давать тебе слова, с которыми ты будешь обращаться. И именно в этом секрет эффективности в проповеди Евангелия. Я вижу, как миссионеры по всему миру, они ставлюсь стройными. И вот точно в Африке 95% людей, которые отправляются на миссионерское поприще, не приносят никакого плода, не приносят неэффективного служения. Они тратят там долгие годы жизни и при этом чувствуют себя абсолютно неудачей. Пастор мне рассказывал, к нему пришел парень в церковь проповедовать. И пастор спросил этого миссионера, как у тебя там на миссионерском поприще дела. И этот парень говорит, да, так себе все. И он позволил парню проповедовать в церкви. И он сказал, знаешь, проповедь, которую он произнес, была самой длинной проповедью в моей жизни. 45 минут проповедовал. Но это было так скучно. Мне казалось, что 45 дней прошло. И мне пришлось бы сказать, знаешь, может быть, это просто не твое призвание, то, чем ты занимаешься. А часть эффективности служения в том, что нам надо понять, какие дары Бог нам дал и как их использовать. Одна из величайших проблем, которые я видел в Америке во многих чиселлях, это то, что старший пастор, он гораздо лучше смотрелся бы как помощник пастора. У него просто нет дара необходимого для вот этого служения. Но они хотят быть старшим пастором. И я видел разные церкви в Америке. Вот я знаю конкретную церковь, там было 4000 человек. А сейчас 150 осталось. За 10 лет произошло. Я знаю другую церковь, где было почти 20000 человек. Сейчас 300 человек осталось. И проблема главная была в том, что предыдущий пастор так и не подумал о том, как передать эстафету следующему. Последние несколько лет мы проводим вот эти вот молодежные конференции. Мы помогаем ребятам приехать, оплачиваем их расходы. Потому что я вижу нехватку молодежи в наших церквях здесь. И нужно, чтобы они встречались, чтобы они заводили знакомство. И я не помню уже сколько мы лет это делаем, может 4 или 5 лет. Но я не отправляюсь на эти конференции, я там не проповедую. Я не говорю, что я никогда этого не сделаю. Но мне кажется, что правильнее будет молодых ребят туда отправлять, молодых проповедников. Чтобы они друг друга понимали, чтобы они общались, тоже видели пример. И вот пасторы, некоторые люди в вашей церкви, вам надо взращивать молодых ребят в ваших церквях, чтобы они служили молодежи. И чтобы также вы молились, думали о том, что со временем вы, может быть, сможете передать свое служение. У нас большая организация. За последние два года только мы вложили 3 миллиона долларов в служение на Ближнем Востоке. Вытаскивая людей из опасных ситуаций. Мы кормим их. Перетаскивая их, эвакуируя их из регионов, захваченных Египтом. Отпущенных в России, да. И поддерживая пасторы, которые им служат. Я постоянно ищу людей, которым я смогу передать наше служение. Я знаю двух людей, которые по-настоящему подходят. Один из них прекрасный проповедник. Другой хороший проповедник. Но они оба ушли из нашего служения. Во-первых, у них не было особой страсти к этому служению. И второе, они хотели гораздо больше зарабатывать. И когда придет время мне передавать служение, я сейчас думаю о двух русских и четырех африканцах. И думаю, что будет важно, чтобы это был коллективный совет, потому что там большие деньги проходящиеся. И мне важно, чтобы эти деньги вкладывались в Божье дело. Я пока не нашел благочестивого человека в Америке, который могу передать служению. Но я не думаю, что вы должны быть обязательно американцами, чтобы быть избранными для этого служения. Я думаю, что нужно, чтобы Бог призвал и избрал, чтобы вы были избраны для этого служения. И то, что Бог положил мне на сердце, когда мы едем в Африку, это то, что мы должны быть защитниками женщин и детей. Чтобы мы заботились о семьях и о людях, которые потеряли свои семьи. В Африке множество людей, которые потеряли всех членов своей семьи. Я помню вот маленького ребенка. Его отец и мать погибли буквально в течение семи дней. Я помню вот эту боль, которую я мог вывести. Он не хотел, чтобы его утешали, он не хотел, чтобы к нему прикасались. Я помню вот эту маленькую девочку в Африке, ее звали Джеки. Она совсем еще малышка. Она весит где-то 40 кг. И ее родители были убиты мятежниками, когда ей было 6 лет. И я ее, по сути, как у дочерию. Присматриваю, чтобы она была накормлена, чтобы она была одета. И порой я вижу, что она не особо искренне в своей вере. Перед моментом жена говорит мне. Она говорит, ты понимаешь, что она пытается просто пользоваться тобой. Она знает, что у тебя деньги есть, что ты можешь ей помочь. Я говорю, да я прекрасно понимаю. Но она потеряла родителей, когда ей было 6. Ее растил брат, которому было 11. Потребуется много времени, чтобы она была исправлена. Ей нужна милость. Нужно терпение. Я говорю ей прямым текстом. Я говорю, ты понимаешь, что ты просто попользуйся сейчас. Иногда это так, иногда нет. Но она называет меня отцом. Она всем говорит, у вас мой папа. Она только что школу закончила. И я готовлюсь к тому, чтобы отправить ее учиться на педагога. Есть другой человек в Африке, его зовут Роберт. И Роберт, он из самых таких умных парней, которых я знаю. Роберт был таким убежденным баптистом. И если он начинает с вами спорить о доктринах, вы проиграете в этом споре. Он очень хорошо знает Библию. Даже если все факты у вас на руках, он найдет какие-нибудь места из Писания, чтобы у вас... Он женился, его жена от него ушла, развелась. Я пригласил его работать к нам на базу. Я сказал, Роберт, ты очень умный парень. В плане знания текста, ты умнее, чем я. У меня пять библиотек. Книг, которые я почитал, но ты умнее, чем я. Но если мы говорим о том, как с людьми общаться, ты полностью неудачен. Ты выигрываешь эти схватки, споры, но ты проигрываешь войну. Он снова вступил в брак, и вторая жена с ним развелась. И он убежал. Просто убежал. Я отправился к людей, чтобы его найти. Я сказал, приезжай. Он приехал, раздавленный. И он чувствует время вины. И он говорит, у меня уже две жены ушли. И я сказал ему, ну что, теперь ты готов учиться? И он говорит, пастор Уэсс, я вас больше мучусь, чем в деле. Я ему сказал, значит, я хочу, чтобы однажды ты приносил пользу в служение. Но тебе нужно прекратить эти бесконечные споры и начать искать, как людей приводить к вере. Любую благость Божия приводит людей к покаянию. Когда мы любим людей. Когда они видят, что мы действительно заботимся о них, нам не все равно, что с ними происходит. Когда многие люди будут приходить к Богу и рождаться свыше. Самые такие жесткие люди. А которые думают, что это ты никогда свою жизнь Христу не отдаст. Но если ты молишься, ты будешь удивлен, как многие могут увероваться. Я думаю, что до того, как я уверовал, никто бы не поверил, что я могу уверовать. Я солгал о своем возрасте, когда мне было 16, чтобы вступить в армию. И я очень старательно учился, чтобы быть хорошим бойцом. И потом я был одним из лучших стрелков в нашем десантном корпусе. Там кто-нибудь мог держать мишень за 300 метров. И я мог за минуту несколько пуль выпустить и попасть в мишень. Без прицела оптического. И я добровольцем пошел сражаться во Вьетнаме. Но война закончилась, прежде чем я успел туда добраться. И тогда я решил, что я покину этот десантный корпус и отправлюсь в Африку. Либо в Анголу, или в Родезию, чтобы сражаться как наемник. И там был еще один парень по имени Двал, который собирался ехать со мной. И мы решили, что каждый раз, когда мы кого-нибудь убьем, мы будем зуб вырывать у убитого и сделаем ожерелье себе из этих зубов. Это будет нашим таким вот послужным списком. Никто бы не поверил, что я могу стать христианином. Но люди, которые со мной делились верой, что-то такое у них было отличающееся от всех. У них была радость. Они не говорили мне, дал бы тоже жизнь Христу. Это, конечно, ужасная вообще жизнь когда-то христианин, но, по крайней мере, ты будешь со Христом. У них радость была. Они действительно были счастливы. Они любили Господа. И они друг друга любили. Я никогда ничего подобного не видел. И в тот вечер, когда я уверовал, меня пригласили на изучение Библии. Единственная причина, почему я пошел на это изучение, и я подумал, там, наверное, девушки хорошенькие были. Это была единственная причина, по которой я пришел в церковь, и изучение Библии было на втором этаже. И вот я подхожу к лестнице. И как только я заглядываю в комнату, я понимаю, что там ни одной девушки нет. И я останавливаюсь на лестнице. И начинаю медленно отходить назад. Я пытался удрать. И влизался в человека, который меня пригласил на это изучение. Он говорит, Вест, ты что делаешь? Я тут еще где-то в туалет. Да вот там, наверху. Попался. Но когда я туда пришел, открыли Писание, стали со мной делиться. Дух Божий начал это поправлять. Люди спрашивают, кем бы ты хотел быть, когда ты вырастешь? Я говорил людям всегда еще в детстве, я хочу весь мир завоевать. Мне говорят, нет, серьезно, чем ты занимался? Я говорю, я не шучу. Я хочу быть как Юлий Цезарь. Или Адольф Гитлер. Или Сталин. Мне все равно, как кто, мне надо же этот мир завоевать. Я был абсолютно серьезен. Таким человеком я был. Но когда люди со мной делились Словом, они выбрали одно Писание. Вы не знаете о моих мечтах? Они открыли Писание и стали читать мне, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет. Бог вот это место из Библии взял и просто сразил меня. Потому что я не верил в Бога. Я не хотел за Ним следовать. Я готов был кого угодно просто использовать. Я постоянно нецензурные слова использовал, просто я не мог произнести предложение без хотя бы одного нецензурного слова. После того, как я уверовал, месяц потребовался, чтобы научиться говорить. Мне приходилось думать о каждом слове. Потому что я настолько привык материться. Мне приходилось с людьми разговаривать. Я иду на обед и приду через полчаса. «Если я вам понадоблюсь, можете меня там найти». Потому что если бы я говорил быстрее, я бы матерился. Но при этом, даже ругаясь, я никогда не богохульствовал. Потому что я не был дураком. Я понимал, что на самом деле Он существует. И когда мне рассказали, как Христос умер за мои грехи. Знаете, порой мы рассказываем людям все преимущества, будем как быть христианином. И при этом не призываем их к покаянию. Мы рассказываем, может быть, даже о Христе, но мы не призываем их к покаянию. Мы делимся местами из Писания. Когда я с кем-то так вот делюсь в Библии, я всегда три раза стараюсь за наш разговор призвать их к покаянию. Я не сдамся, если они первый раз скажут «нет, я не заинтересован». И я обнаружу, что многие из них в итоге принимают это решение. Я просто помню вот эту комнату, она была меньше, чем этот зал. И я смотрел на свои ладони, и они тряслись. Я никогда ничего не боялся. Я готов был драться с кем угодно. Но тут я боялся, потому что присутствие Духа Святого было там. И я знал, что мне нужно принять решение либо покориться, либо погибнуть в вечности. И в тот день я стал ребенком царя. Шестью днями позже я первого человека в своей жизни привел к вере. У меня был друг. Я сказал ему, заходи в комнату. У меня упаковка пива. Я хочу с тобой поговорить. Он пришел, сел. Мы начали выпивать. И я пытаюсь рассказать ему то, что я уже знаю за шесть дней, что он уже успел узнать. Я просто как-то не понимал, что это не очень хорошая идея и благовествовать с пивом в руке. Но просто так же вынужден признаться, что Сэс работал. Тринадцать упаковок и тринадцать банок выпили. И он жизнь отдал в Христе. И в итоге так и получилось. Он в итоге, как и странно, стал искренним верующим. Господь потом мне объяснил, что не надо так делать. Библия говорит нам, что Господь обозревает всю землю, чтобы найти того, чье сердце вполне преданное им. Если ваше сердце преданное Господу, тогда вы будете желать того, что наиболее хорошо для Царства. Потому что мы здесь не для того, чтобы прославить себя. Мы не для того, чтобы наше служение создать и прославить. Мы для того, чтобы Божье Царство представлять. Я хотел бы вот чем завершить. Однажды со мной встретился голливудский продюсер. У него там десять киностудий в Голливуде. Он там Шварценеггера снимал в своих фильмах, там еще чего-то кого-то. И он провел десять часов, пытаясь убедить меня, чтобы о моей жизни снять фильм. И в конце я сказал, нет. И он мне говорит, Уэст, я тебе предлагаю то, о чем другие только мечтают. И я говорю, да, люди, которые живут по плоти, они об этом мечтают. Но Библия говорит, что никакая плоть не может хвалиться пред Богом. Тот фильм, который ты хочешь создать, это неправда. И я не герой. То есть герой здесь только Христос. Мои капелланы герои настоящие. И он очень на меня сердился. Он сказал мне, позвони мне, мы еще поговорим. Но я бы не перезвонил. Я не пишу книги. Многие пасторы мне говорили. Мы не читали в книгах никаких свидетельств личных, которые могли бы сравниться с тем, что ты рассказываешь. Я говорю, знаете, только если Господь мне скажет написать что-то, тогда я напишу. Но мне кажется, что у нас уже есть книга, в которой мы нуждаемся. Это единственная книга, которая по-настоящему нужна. Если Господь хочет, чтобы история моей жизни была каким-то образом рассказана, пусть кто-нибудь напишет эту историю, когда меня уже не будет. Мне не кажется, что мне это надо делать. Я пытаюсь вам что-то сказать. Как верующие нам надо постоянно задаваться вопросом, что является мотивом для служения наших сердцах. Служим ли мы себе или своему служению, или мы служим Христу? Мне кажется, что каждый вечер нам надо свои сердца усмирять перед Господом и говорить, Господь, если ты видишь во мне какой-то нечестивый путь, что-то, что не соответствует тому, что ты задумал. Помоги мне это увидеть. Помоги мне измениться, чтобы стать тем человеком, которого ты задумал. Измени меня, Господи, чтобы я был твой друг. Один из важнейших стихов, которые Бог дал мне в служении, Здесь говорится в Псалом 67-й. Шестое и седьмой стих в 67-м Псаломе. Тут написано о Боге отец-сирот и судья-вдов. Отец-сирот защитный вдов. И одиноких Он вводит в дом. Освобождает узников-отоков. Я думаю, что пасторы должны помнить это место в Библии. Отец-сирот. Тот, кто защищает вдову. Он одиноких вводит в дом. То есть нам надо замечать одиноких. Чтобы они становились частью семьи. У нас много офисов на нашей базе уландской. У меня нет офиса. Когда я сажусь поговорить с людьми, я приглашаю себя домой. Будь это сотрудники или кто угодно еще. Потому что я хочу, чтобы у нас были личные отношения. И мир вокруг нас, он переполнен одиночеством. Первый день, когда мы приехали, мы ужинали в кафе. Я там увидел японца. Такими мешками под глазами. Он за всеми наблюдал. Выглядел очень жалко. Я молился за него. Жалко, что он не говорил по-английски. Мне вообще хотелось ему поделиться Евангелем. Мне хотелось сказать, Бог тебя обидит. Ему не все равно, что с тобой происходит. Нам, как верующим, стоило бы просыпаться в ночные часы. И ходить обымененные молитвой за погибающих. Потому что вокруг нас мир, умирающий без Христа. Сорок лет назад я был на поле боя. Видел тысячи мертвых. И можно было ощущать запах в неющей крови. Мужчины, женщины, мертвые люди вокруг. И то, о чем я все время вспоминал. Единственный вопрос, который у меня был на уме. Знал ли этот человек Христа? Знал ли этот человек Христа? И я общался со своими людьми, и там вокруг. Мы сидели, разговаривали с ними посреди этого побоища. И мы вдруг услышали выстрел. И люди схватили наше оружие, чтобы понять, откуда стрельба. И один из разведчиков побежал. Сказал, не волнуйтесь. Там кто-то просто застрелился. Потому что всю его семью убили мятежники. Он не выдержал этой боли, а он погончил с собой. И вот меня это потрясло. И я подумал, может быть, я упустил возможность, ведь я мог рассказать ему о Христе. Рассказать ему о том, что у него еще есть надежда, что Бог с ним. Что Бог его любит. Меня это просто потрясло. Я летел потом из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. И в самолете, буквально один ряд от меня, человек случился сердечный призрак. Он умер до того, как мы приземлились. Его пытались реанимировать прямо там на борту. Но я знал, что он уже мертв. Мы приземлились, подъехала скорая. Его унесли. Но я знал, что все кончено. Я достаточно многое имел дело со смертью, чтобы понимать, когда кто-то мертв. И я все время думал, почему я не оказался рядом с Ним. Господи, говори моему сердцу, чтобы я понимал, с кем надо сейчас поговорить. Это изменило то, как я молюсь. Я теперь садись в самолет, молюсь, Господи, если ты хочешь, чтобы я с кем-то поговорил, посади меня рядом с этим человеком. Открою мне возможность с ними говорить о Евангелии. Я не начинаю разговоры с того, что я христианин. Потому что средства массовой информации настолько в калькатурном виде изобразили христиан, что люди сразу замыкаются и встают разговаривать. Я им начинаю рассказывать, знаете, я солдат. Они говорят, а что ты делаешь? Я начинаю рассказывать им о той войне, в которой мы участвуем. Как мы защищаем женщин и детей. И они потом спрашивают, а зачем тебе это? Тогда я не говорю, потому что я следую за Христом. А мы, мужчины, для того и созданы, чтобы защищать. И это открывает мне возможности рассказывать Евангелие. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за это время, которое я могу провести с семьей Твоей. Помоги нам, пока мы здесь, быть этим железом, который острит железо. Помоги нам преобразить этот мир, когда мы живем жизнью, имеющей значение в Твоем Царстве. Помоги нам, Господь, души свои отдавать ради Христа. Исследуй сердца наши. Покажи ей самостоятельно на каком-то неправильном пути, чтобы нам покориться тому, какими Ты нас задал. Во имя Иисуса. Спасибо. Спасибо.